Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о 40-летии Хельсинских соглашений. Что значат эти соглашения, применительно к нашему сегодняшнему дню. Гости нашей студии. Фурсов Андрей Ильич, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета. Пономарева Елена Георгиевна, доктор политических наук, профессор МГИМО. Гусев Александр Анатольевич, руководитель Центра статистического развития стран СНГ, Институт Европы РАН, доктор политических наук, профессор. И Мухин Алексей Алексеевич, генеральный директор Центра политической информации. 40 лет Хельсинским соглашениям. Сейчас, честно говоря, перечитывать их и смешно, и трагично. Вот в частности, там говорится, закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны. Принцип нерушимости границ, территориальная целостность государств, неумешательство во внутренние дела иностранных государств. С тех пор у нас просто был разрушен, разорван Советский Союз. То же самое произошло с Югославией. Тем не менее, нам сейчас напоминают о нерушимости послевоенных границ. Что сейчас значит для сегодняшнего мира, для сегодняшней Европы Хельсинские соглашения? С практической точки зрения, Хельсинские соглашения, их судьба 40 лет спустя, показывает одну простую вещь. Любое соглашение стоит того, чтобы его подписали, только в одном случае. Если за соглашающимися сторонами есть серьезная военно-политическая, военно-техническая сила. Если ее нет, то соглашение это пустой листок бумаги. Если же говорить с исторической точки зрения, Хельсинские соглашения это очень интересное явление. Формально это была победа советской дипломатии, потому что вроде бы все признали Ялтинскую систему. То есть она почти была признана до юра, итоги Второй мировой войны. Вот она Ялтинская система, наконец она зафиксирована. И формально это была победа советской дипломатии. Если бы не одна вещь. Вещь это называется третья корзина. Третья корзина, это был третий комплекс договоренностей. Речь шла о свободной циркуляции людей, идей и так далее. И советское руководство под это подписалось. Более того, как следует из мемуаров помощников наших вождей, советские лидеры, прежде всего Брежнев, они полагали, что они купили признание Ялтинского мира, Ялтинской системы очень дешевой ценой. Ну подумаешь, там какая-то третья корзина, какие-то циркуляции людей, идей и так далее. На самом деле победа была советской дипломатии Пиррова. И третья корзина это самый настоящий троянский конь. Потому что теперь, когда советские лидеры подписались под третью корзину, им можно было сказать, как же так, вы не соблюдаете то, что вы подписали. И каждый раз тыкать их носом. То есть на самом деле третья корзина, это был такой плацдарм для дальнейшего наступления на Советский Союз, для дальнейшей дискредитации Советского Союза, как страны, которая нарушает международные договоренности. Ну и наконец еще один очень важный момент. Формально признав результаты Второй мировой войны, Запад, коллективный Запад, наконец-то втянул как следует советскую верхушку в некий диалог. Если до этого это удавалось сделать только по экологической линии, это римский клуб, давайте бороться. Ну кто же будет против того, чтобы бороться за природу, за экологию. А здесь и по такой политической линии удалось тянуть советское руководство в диалог. И не случайно в 1975 году произошло еще одно событие, кроме Хельсинской конференции. В 1975 году был создан Международный институт прикладного системного анализа в Вене, МИПСА. Формально он создавался для того, чтобы Запад, прежде всего Соединенные Штаты, и Советский Союз совместно вырабатывали процессы управления миром, или, так сказать, такое устойчивое было клише, устойчивое развитие мира. На самом деле МИПСА, это был, так сказать, такой полигон для отработки, ну такой в широком смысле, не в примитивном шпионском вербовке, а перетягивания на свою сторону той части советской элиты, которая проходила там, которая там сожировалась, которая работала. Но в МИПСУ прошли практически все деятели известные, более-менее деятели перестройки и постперестройки. То есть Хельсинские совещания, это очень такое полифункциональное было явление. И главный его результат, это втягивание советского руководства в диалог. В конечном счете, в ходе этого диалога, Запад советское руководство переиграл по принципу, если помните, в фильме «Не в вещи золотой ключик», а в фильме «Золотой ключик», там Лиса Алиса говорит, 5 на 2 не делится? Нет, не делится. Ну, значит, мне 4, тебе 1. Вот, собственно, это был первый шаг к такому разговору. Диалог на поле противника. Елена Георгиевна, вот от дня тогдашнего к дню сегодняшнему, я, честно говоря, не припомню, чтобы наших руководителей когда-то куда-то не пускали на какие-то международные мероприятия, на международные форумы. Тем не менее, сейчас Нарышкина, председателя Госдумы, не пустили в Финляндию. Что, отношение к нынешней России хуже даже у Запада, чем к Советскому Союзу? Или просто нас не уважают? В настоящий момент, конечно, хуже. Мы можем свидетельствовать об этом по всем фактам, начиная от экономических санкций, кстати, осуждение которых содержится также в заключительном акте Хельсинских соглашений. Там черным по белому записано, что государства, участники этого соглашения, не будут применять друг против друга разного рода экономические меры воздействия. И заканчивая, собственно, политическими информационными выпадами в отношении современной России. Но это связано с тем, наверное, все-таки, что сравнивать Советский Союз и современную Россию по ряду параметров не совсем корректно, потому что экономическая и военная мощь, и политическое влияние все-таки разные у этих государств. И нам приходится с большим трудом наверстывать упущенные в 90-е годы и, скажем, возвращать себе то, что мы, собственно, сами и отдали. А что касается... Так что Хельсинки плюс 40 была такая идея еще год назад провести такую конференцию, причем хотели проводить ее в Киеве, но с 2014 года много что изменилось, и, собственно, Украины как субъекты мировой политики, в общем-то, тоже уже не существует. Я думаю, что вряд ли сегодня стоит говорить о возможности создания такой площадки, и Хельсинки плюс 40, но, тем не менее, говорить о этих событиях 40-летней давности стоит. И вот вы сказали, Дмитрий, что, может быть, не стоит перечитывать этот документ, потому что это уже в прошлом. На самом деле, внимательно, да, и прочитав этот документ перед передачей, я ужаснулась, как этот документ могло подписать советское руководство. Да, действительно, инициатором проведения встреч между европейскими странами, причем, которое длилось в течение 10 лет. Началось это с 1965 года, и, в конце концов, завершилось 1 августа 1975 года подписанием заключительного акта в Хельсинки именно. И инициатором этих событий в значительной степени были страны соцлагеря, страны Варшавского договора. Эту инициативу поддержал Запад. Как интересно, что опять в конце 60-х годов, в начале 70-х, он тоже находился в глубоком кризисе. Почему-то Запад всегда начинает идти на какие-то уступки, казалось бы, уступки, именно в критические моменты. Но камушек за пазухой держит солидный. Так вот, если мы посмотрим внимательно на этот документ, то увидим, что там тщательным образом были спрятаны многие моменты, на которые потом опирались западные политики и политтехнологи, когда, в общем-то, разрушали и Советский Союз, и Югославию, и Чехословакию, и так далее. Александр Анатольевич, вот как раз я хотел у вас спросить о принципе нерушимости границ. Почему западные страны так легко на этот принцип наплевали, ну, надо называть вещи своими именами, разрушив Советский Союз и Югославию, они тут же признали вот эти обломки отдельными государствами, даже начали вкладывать большие деньги в их там какую-то реанимацию. И тем не менее сейчас нам, вот в вопросе с Крымом, указывают на нормы международного права, на принцип нерушимости границ, еще мне очень нравится, на послевоенный принцип нерушимости границ. Вот когда крупнейший, собственно, субъект Хельсинских соглашений уничтожен, и его отдельные части признаны независимыми. Вы подняли очень серьезный вопрос, на самом деле, но мне кажется, я абсолютно согласен с коллегами. Все-таки я тоже, так сказать, перед передачей внимательно еще раз уже, там, десятый, наверное, прочитал 59-страничный флиант заключительного акта, и пришел к выводу, что, конечно, так сказать, изначально в этом документе уже содержались так называемые двойные стандарты. Уже тогда, в 75-м году, или в начале 70-х, потому что понятно, что все эти документы готовились не в июле 75-го года, так сказать, процесс был достаточно длительный, но тем не менее, уважаемые господа в Европе, в Соединенных Штатах и в Канаде, они тогда уже заложили, собственно, так сказать, вот те принципы, по которым они будут следовать в ближайшие годы. И, к большому сожалению, наше руководство, руководство Советского Союза, видимо, так сказать, и советники, и ученые, и эксперты, в то время были настолько, так сказать, находились в состоянии эйфории, что Советский Союз пригласили за стол переговоров, Советским Союзом на равных обсуждают проблемы дальнейшего мироустройства, вот здесь мы расплылись в улыбках, вот, ну, наверное, так сказать, я тоже абсолютно, вот, ну, уже понятно, что через 40 лет, как-то говорить легче о том, что было в 70-е годы, история не терпит слагательного наклонения, но, тем не менее, мне кажется, что это была достаточно серьезная ошибка руководства, прежде всего, Советского Союза. Вот так двойные стандарты, которые были заложены в заключительном акте, они, так сказать, проявились сразу же. По сути дела, так сказать, с этого времени началось постепенное и постепенное разложение изнутри Советского Союза, началось беспрецедентное давление со стороны, внешней стороны. На авансцену стала выходить Западная Германия с ее, так сказать, достаточно серьезным опломбом в процессе объединения двух Германий. Ну вот, с одной стороны, деструктивные процессы, и в это было все направлено, а с другой стороны, объединительные процессы. Все-таки необходимо отметить, что 80-е годы явились годами таким, знаете, фундаментом Мастрихских договоренностей, когда, я напомню, что в 70-е годы это было европейское сообщество, в которое входило там 10 стран, в 73-м году только Великобритания вошла в состав европейского сообщества. Так вот, 80-е годы, почему я говорю о двойных стандартах? С одной стороны, вот эта деструкция Советского Союза, деструктивный процесс, который инициировали, конечно, страны Запада и внутри страны, экономические, политические, гуманитарные и так далее. С другой стороны, объединительные, то есть центробежный процесс, который происходил в Европе. Это ведь тоже пересмотр границ. То есть, по сути дела, создавался Европейский Союз, который фактически был создан с подписанием Мастрихского договора в 93-м году. Уже Германия объединилась, в 90-е годы разъединилась Чехословакия на два государства. То есть, они делали то, что они хотели делать. Все это было заложено еще в 75-м году в Хельсинском соглашении. Вот эти двойные стандарты, которые определили для себя правила игры, правила поведения. Советский Союз в данном контексте во внимание не брался. Понимаете? Поэтому они... Они всегда придерживались двойных стандартов. Так вот, и сейчас то же самое продолжается. Через 40 лет практически мы пожинаем плоды того, что было подписано в 75-м году. Потому что вот эти правила поведения, правила игры, правила взаимоотношения в рамках Европы, потому что все-таки Хельсинское соглашение, оно касается вопросов безопасности, координации усилий в Европе. Это все-таки европейская проблема. Конечно, кто-то скажет, да нет, это не европейская, это общемировая, потому что там и Соединенные Штаты участвовали, и Канада. Понятно, как Соединенные Штаты, как победители во Второй мировой войне и так далее. Но все-таки закладывался фундамент действия, взаимодействия в Европе. Вот что принципиально важно. И тогда уже были заложены все эти камни подводные, в которых мы не разобрались. Я вот, Алексей Алексеевич, хотел спросить, как не относись к Хельсинским соглашениям, но тогда нас туда приглашали, всячески уважали, высказывали нам какое-то свое почтение. Сейчас с нами разговаривают только с позиции силы, исключительно. Вот что изменилось? Вообще возможно ли сейчас Хельсинки-2 в каком-то формате? Дмитрий, ну это не так. С нами сейчас не разговаривают только с позиции силы, прекрасно понимая. Нет, угроза носит односторонний характер. Угроз носит односторонний характер, но факт того, что Россия является активной ядерной державой, он сам по себе остужает горячие головы. Я бы хотел несколько выступить в качестве адвоката-дьявола и несколько реабилитировать советское руководство, которое подписывало эти документы. Дело в том, что Советский Союз тогда и его руководство планировали использовать эти документы ровно точно так же, как сейчас, к нынешнему моменту их использовал западный мир. То есть национально-освободительное движение в разных странах Советский Союз точно так же использовал и использовал в рамках... Там же есть большой социальный блок. Совершенно верно. То есть на самом деле здесь не стоит говорить о том, что бедный Советский Союз, его пригласили, вот он в состоянии эйфории подписал что-то невразумительное. Нет, с нашей стороны тоже велась работа, и мы тоже рассчитывали на подобного рода практику. Беда в том, что Советский Союз распался. Распался, на мой взгляд, по причине того, что элиты, которые должны были всячески охранять и поддерживать государственные основы, просто отказались от этой обязанности, и Советский Союз рухнул под собственной тяжестью. И, конечно, на развалинах развивался одно время, в 90-х годах развивался американский флаг. И понятно, что Соединенные Штаты Америки посчитали, что они победили в холодной войне, но проблема нынешней политики состоит в том, что мы не подписали капитуляцию. Мы просто ушли, судя по всему, в споре боя, и США с этой бумажкой теперь носится, условной бумажкой носится, чтобы мы ее все-таки подписали. Именно с этим связано то, что на нас сейчас оказывается такое чудовищное давление, которое, конечно, мало укладывается в рамки любых международных прав, но нас же и обвиняют в том, что мы нарушаем это международное право. Хотя мы пользуемся прецедентным правом и отстаиваем свои национальные интересы. В этой связи, вот вы упомянули о нерушимости Ялтинских соглашений и послевоенного обустройства мира. Часто говорят, что Крым — это нарушение. В принципе, нерушимости границ. Я напомню, что Крым был присоединен к Украине внутри отдельного государства гораздо позже заключения Ялтинских соглашений. И его выход из состава Украины, он, в принципе, вполне укладывается в норму международного права, что называется, это проверено. В мирном способе. Совершенно верно. И напомню, кстати, Сергей Нарышкин, недавно как раз пострадавший от рук Финляндии, но на самом деле от европейских институтов, он упомянул такую странную фразу, что Украина оккупировала Крым в течение последних 20 лет. Надо сказать, что либеральное сообщество очень возбудилось по этому поводу и стало всячески упрекать Сергея Нарышкина в некомпетентности, хотя на самом деле он имел в виду события 1992 года, когда Крым хотел выйти из состава Украины, и Украина оставила его в своем составе с помощью военной силы и правоохранительных органов. Но Ельцин его не очень-то и хотел брать, справедливости это неважно. Важно оценивать действия Украины в этой связи. Они действительно были агрессией по отношению к населению Крыма. Другое дело, что сейчас эта ситуация не рассматривается в качестве таковой, по понятным причинам. В условиях информационной войны, которая сейчас развернулась вокруг конфликта России и Соединенных Штатов Америки, здесь очень много компонентов, очень интересных, ведут себя страны очень девиантно, и это стоит еще в будущем оценивать политологам и экспертам. Я имею в виду поведение Евросоюза, я имею в виду поведение Китая и так далее. Но факт остается фактом. Действующие в 2020 году документы, которые мы считали краеугольными, на которых базировали политику государства, они больше не работают. И теперь предстоит создание нового свода документов, который должен будет зафиксировать новый миропорядок. Как говорится, повторю свой вопрос. Вот сейчас, с учетом нынешней ситуации, нынешней риторики, возможно ли Хельсинки-2 в каком-то формате? В нынешней ситуации нет. В ходе войны разработать грамотный документ, чтобы он работал в мирное время, невозможно. Когда закончится информационная война, и когда дислокация информационных войск и интересы государств будут более-менее постоянными, тогда и возможно будет подписание этого документа. Он будет подписан обязательно. Да, если дело не дойдет, еще и до горячей войны. Вы прямо перейдите. Я как раз на эту чему хотел спросить у вас. Мы слышим постоянно от разного рода американских деятелей, военных и политических, весьма грозные заявления. Иногда даже грубые заявления, иногда хамские заявления. Не просто заявления. Испытание, например, ядерной бомбы может свидетельствовать исключительно о готовности проявить некую агрессию и напомнить о своих силовых возможностях размещение ПРО, увеличение численности Североатлантического альянса. Это возбуждение различных конфликтов в различных регионах мира. Это, собственно, политика. Благодаря Стивену Ману, американскому исследователю, это называется управляемый хаос. По всему миру этот управляемый хаос расползается. И то, что он подходит к границам России, это уже совершенно очевидно всем, даже самым скептикам, которые не хотели это видеть. Я вспоминаю многих наших либералов, которые говорили о том, что расширение НАТО — это не против России. Да сейчас уже об этом даже руководство Соединенных Штатов говорит о том, что все-таки это против России. Так в таких условиях, конечно, надо говорить не только о информационной войне, а о разных проявлениях войны. Ну, хотим, можем использовать термин «гибридная война». То есть это совершенно разные проявления на уровне и посознания, и подсознания, и каких-то реальных действий. Это действительно ведется. И поэтому, в конце концов, это может дойти до возникновения Третьей мировой войны. Но вы считаете, что это серьезная доля? Или может в сторону... Но она не будет в тех принципах, по которым мы видели Первую и Вторую мировую войну. Это будет совершенно новый вид войны, который может не фронт на фронт наступать, Она может быть очаговая, разбросанная в различных регионах. Если конфликты существуют одновременно... Вот Андрей Ильич любит проводить следующий пример. Если к сирийскому, украинскому кризису добавится еще один крупнейший, это крупнейшие конфликты, то, в принципе, в которые будут втянуты те же участники, то, собственно, можно будет уже говорить о населении Третьей мировой войны. То есть вы считаете, что это не просто риторика, они действительно считают Россию врагом? Не Советский Союз. Советский Союз, понятно, другая идеологическая система. Ну, очевидно. Конечно, это не риторика. Любые войны имеют под собой определенные интересы и цели. И в настоящий момент совершенно очевидно, что борьба, вот эта вот капитуляция, эта бумажка, она не подписана, и нужно довершить дело. Либо, скажем, разделить Россию, разрушить ее, скажем, перевести в состояние полного хаоса и раздрая, ну, либо, скажем, какие-то действия в других регионах предприниматель. Борьба за ресурсы, влияние территории, она только усиливается с каждым годом? Она не затухает? Андрей Ильич, вот чуть-чуть вроде отойдем от Беловежских соглашений. Не так давно Наталья Поклонская сказала, что отречение Николая Второго было незаконным. Я прочитал некоторые наши патриотические СМИ, сказали, что таким образом наши власти хотят подчеркнуть, что распад Российской империи был незаконен. Вот глубоко копают. А почему никто не касается вот этой священной коровы, Беловежских соглашений, которые не влезали ни в какие нормы международного права? Почему сейчас Путин, его окружение, боится использовать этот мощнейший рычаг давления? Ну, вы знаете, этот вопрос должен быть Путин и его окружение. Я думаю, что это довольно серьезный вопрос для руководства страны. И с учетом того, как формировался правящий слой Российской Федерации последние 25 лет, я думаю, что у верхней части этого слоя есть некие красные флажки, которые они боятся переходить. Хотя, безусловно, напрашиваются Беловежские соглашения как пункт, безусловно, напрашиваются для обсуждения. Но нужно помнить все-таки, как формировался правящий слой в последние 25 лет. Что было исходной генетической точкой? Это была, во-первых, выход, действительно, не капитуляция, а выход из игры и предательства. То есть, вот что лежит, как известно, геносистема определяет ее функционирование. Я думаю, что заявление по поводу Беловежских соглашений, если оно будет сделано, это будет очень мощный шаг в сторону от того, что было 25 лет назад. Но за этим шагом должна последовать одна очень простая вещь. Это как раз будет выход за флажки. Да, выход за флажки. Но он предполагает, вот этот выход, он предполагает очень четкую вещь. Есть правило простое. что бросок должен завершаться болевым приемом. Значит, болевой прием должен заключаться в том, должна быть дана политико-правовая оценка Горбачевщине и Ельцинщине. Как только мы сказали про Беловежские соглашения, здесь не только проблема Ельцина, но и Горбачева, который не воспрепятствовал этому, хотя он должен был это сделать. Это означает пересмотр того бульона, из которого выросло то, что имеет место быть сейчас. Как говорил герой романа Роберта Пэна Уоррена, Вилли Старк, дайте мне топор. Вот здесь нужно это. Иначе противник порвет. Значит, нужны еще структуры, которые этот топор смогут использовать. Алексей Алексеевич, вот как совместить принцип нерушимости послевоенных границ и разрушения Советского Союза? Никак. И Беловежские соглашения? Никак. Я опять... Но нам же на это указывают. Вот я сейчас слышу, американцы нам говорят, принцип нерушимости послевоенных границ. Вы же только что нас тут разрезали. Американцы очень хорошо устроились. Одни политики говорят одно, другие другое. В конце они выбирают то, что им выгодно на данный момент времени. Так что эта модель поведения, она испытанная, она очень хорошо работает, если не знать секрет. Вот этот. С другой стороны, распад Советского... Я опять поработаю адвокатом дьявола. Я напомню, что президент Путин неоднократно говорил, что распад Советского Союза был глобальной ошибкой. Это было катастрофой. Куда уж больше давать более определенную политическую оценку. Он действительно была ошибкой, потому что я слышал геополитические катастрофы. Катастрофа, да. Я сказал, ошибка. А слово ошибка была произнесена? Ну, в разных интервью это было произнесено. Теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Мы сейчас имеем уже государство, которое не существует, Советский Союз. И довольно долгое время. Де-факто. Де-факто. Но не де-юро. Это вопрос, который сейчас будируется. Если вы заметили, что очень многие генеральной прокуратуры, упомянутая вами Наташа Поклонская, говорили о том, что есть вопросы у юристов, есть вопросы к этому процессу. Но боюсь, что мы сейчас говорим не о геополитических сдвигах, а о начале предубранной кампании. Поэтому я бы особенно не стал тешить себя на это, в этом направлении какими-то перспективами. Я думаю, что все вот это закончится через некоторое время, когда станет понятно, что это уже сработало. Но с другой стороны, я обращу ваше внимание, почему верховная власть сейчас не будирует эту тему. Очень просто. Молчит просто, вот как в рот воды набрала. Я сейчас объясню. Очень просто. Мы сейчас находимся в состоянии таможенного союза и формирования евроазиатского экономического сообщества вместе с Казахстаном и Белоруссией. Если мы эту тему будем поднимать и всячески пропагандировать, понимаете, в какую сложную ситуацию мы поставим наших партнеров. Помимо этого, это гарантированно отпугнет страны Центральной Азии. И в этой связи, я думаю, что во время текущего тактического момента, вот эта стратегическая задача, она отложена. Я общаюсь с либералами, ну так просто получилось, читаю либеральные СМИ, они почему-то уверены, что Владимир Владимирович Путин вряд ли продержится долго. Вот как вы считаете, совершенно уверены, как вы считаете, не грозит ли ему участь Хрущева или еще похуже, и не будет ли Хельсинки-2 уже, например, с президентом Кудриным или с президентом Чубайсом, и все вопросы будут решены. Когда мы говорим о Владимир Владимирович Путине, вы знаете, мне кажется, что это уже явление с одной стороны. Он чувствует себя абсолютно, мне кажется, нормально в этой ситуации. Говорить о том, что он в 2018 году не будет баллотироваться очередной раз на пост президента и не выиграть, мне кажется, это... Нет, я говорю о дворцовых переворотах. Да никакого дворцового переворота не будет, потому что либеральное крыло, либералы достаточно слабые в нашей стране, чтобы, так сказать, заявлять о каких-то претензиях на лидерство, на престол. Я думаю, что позиции нынешнего руководства и, собственно сказать, позиции Владимира Путина достаточно серьезные и пока незыблемы. Поэтому потуги, мне кажется... Я просто вспомнил мировую историю царей всех и королей и президентов и как-то подумал, не все так безоблачно. Что касается Евразийского экономического союза и вообще Евразийского союза, который, понятно, что инициировал эти процессы и Владимир Путин, и Назарбаев, и Лукашенко. Я вот с Алексеем в этой части соглашусь. Я полагаю, что денонсация Беловежских соглашений произойдет рано или поздно. Я в этом абсолютно убежден, но не сейчас. Через какое-то определенное время, когда вот эта конструктивная модель евразийства будет иметь более конструктивные очертания, то есть подавляющее большинство тех стран, которые когда-то входили в состав Советского союза, ныне суверенных стран, войдут в Евразийский союз. И в этом нам поможет и ситуация в мире, потому что ни в коем случае нельзя рассматривать то, что происходит на евразийском пространстве, в границах бывшего Советского союза, только как отдельный регион. Мы тесным образом связаны с миром. И, естественно, кризис мировой системы капитализма и другие глобальные проблемы и катастрофы, они подтолкнут к очевидному пониманию, что выжить мы можем только вместе. Естественно, наказав и дав оценку всем предателям и врагам нашей общей Родины. А что касается вот этих вот нападок всевозможных либералов, то даже смешно иногда становится... Нападок, прогнозов. Прогнозов, да. Вытащили очередной скелет из шкафа. По-моему, на РБК я тут недавно прочитала, что Козырев, который уже вообще вряд ли кто-нибудь вспомнит, кто это такой был, написал статью о том, что конец режиму Путина уже грядет. И что это обязательно произойдет в ближайшее время. То есть, ну, если уж такие скелеты вытаскивают, то совсем дело плохо у либералов. Никому, что называется, серьезно озвучить эту позицию. Хотя, конечно, говорить о том, что все гладко и тихо, нельзя. Вот такие даже... Ну, кстати, это очень показательный момент, что Россия это демократическая страна, что совершенно спокойно можно в средствах массовой информации... Причем во многом более демократической, чем целый ряд стран Запада. Но о международном праве поговорим. Вот сейчас перспективы вполне реальные, что над Россией будет устроен международный трибунал по поводу того, что она и ее ополченцы сбили боинг. Вот как вы оцениваете перспективы создания такого трибунала? Каким образом России следует относиться к так называемому расследованию, к так называемым выводам? И как вообще этому противостоять? Потому что очевидно, что этот суд не будет объективным. Ну, а все, что касается международных трибуналов, это своего рода какой-то тренд теперь в международном праве. Что вот это некое генеральное направление. Международный трибунал, побывший в Югославии, очень хорошо себя зарекомендовал с точки зрения главных инициаторов этого процесса. И, в общем-то, выполнил свою роль. На колени поставили сербов, дискредитировали в глазах общественного мнения, убили фактически несколько достаточно известных и серьезных людей, включая президента Сербии Слободана Милошевича. И вот сейчас в очень плохом состоянии Радко Младич находится. Скорее всего, тоже к нему не допустят российских врачей, не разрешат ему лечиться. Но это отдельный момент. Что касается, например, трибунала Париуанди, так он широко неизвестен. Хотя количество жертв и реальные факты геноцида гораздо более серьезные. Давайте к Боингу вернемся. Это совершенно особый случай. Что касается всевозможных вот такого рода трибуналов, которые осуждают конкретную страну и конкретный народ, западным партнерам это очень нравится. Они думают, что это получится. Но создание любого трибунала требует решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Пока существует этот орган, мы можем иметь к нему много вопросов и претензий, как он работает. Но тем не менее, пока он будет существовать, этого трибунала не будет. Так, Алексей Алексеевич, они хотят, чтобы мы заблокировали и таким образом фактически признали свою вину, как они говорят. Вот именно. Речь идет о тактической игре, оперативной игре. Весь расчет делается на то, что Россия заблокирует создание этого присловутого трибунала и тем самым якобы себя выдаст. Хотя на самом деле Россия довольно четко обошла на повороте тактическую инициативу, выдвинул свою резолюцию относительно трибунала. Я просто напомню вам, что для трибунала необходима побежденная, что называется, сторона. То есть, как вы представляете себе президента России, либо кого-то еще в Гааге и так далее. Я это не представляю. Поэтому я думаю, что речь идет именно о тактической игре, не более того. Потому что реально создать подобного рода судилища не представляется практически возможным. Как и речь идет о тактической игре, вот вы упомянули относительно того, что Владимир Путин скоро уйдет в результате переворота, что... Но на самом деле я сразу вас поправлю, что расчет делается не на приход либералов к власти. Они сейчас на самом деле находятся в составе правительства и вполне себя нормально чувствуют. А речь идет именно о дворцовом перевороте, когда сторонники Путина свергнут его. Это старая идея наших дворцовых переворотов. Не зря в последнее время разрабатывается идея монархии и так далее. Это все части одной мозаики, которая складывается в вполне себе определенную картину по демонизации персонально Путина и всей верховной власти в России. И ее дискредитации в конечном итоге. Надо это четко понимать и просто следует спокойно раскладывать по полочкам все инициативы, которые проявляются в этом направлении. Бояться этого не стоит, отмахиваться от этого тем более не стоит, потому что угроза очень серьезная. И в данном случае я думаю, что политические силы должны выступать консолидированно. В конце концов у нас есть свое внутреннее разногласие по поводу социально-экономического развития страны и политического развития. Но это не значит, как говорил Пушкин, помните, что когда я ругаю свое правительство, это замечательно, а когда кто-то иностранец это делает, мне неприятно. Вот я думаю, что политические силы должны в данном случае консолидироваться. Что, кстати, они и делают? Андрей Викторович, все-таки о трибуналах и о судах над Россией. Мы видим, что некоторые из них очень активно действуют. Вот арбитраж ГАГе, 50 миллиардов евро взыскать с России. Европейский суд по правам человека, который в отличие от этого непонятного арбитража, это реальный суд, созданный на основании конвенции, которую мы ратифицировали. 1,86 миллиарда евро. Это, кстати, во много раз больше, чем все иски всех россиян за всю историю существования этого европейского суда. Как мы должны реагировать на подобного рода решения? Должны ли мы их выполнять? Мы же вроде сами взяли на себя некоторые обязательства. Если мы взяли такие обязательства, то такие обязательства приходится выполнять, пока мы их юридически... С другой стороны, платить ЮКОСу. Мы же помним, кто такие ЮКОС, как они получили свои имущества? Ну, насколько мне известно, выплаты такие идут, их особо не афишируют, но если уж подписался, то нужно... Но, с другой стороны, принят закон совсем недавно о том, что Российская Федерация имеет право ареста иностранной собственности на территории РФ. В ответ. В ответ на вот всевозможные... И украинственный суд же высказался по этому поводу, по решению ИСПЧ. Это отдельная тема, он там так высказался, как всегда, что ничего не поймешь. Нет-нет, там все четко. Нет-нет-нет, там все четко, никто выплачивать ничего не будет. Алгоритм защиты совершенно простой. Во-первых, изначально Минюст привлек внимание, не только российской, но и иностранной общественности, что решения этого суда по всему миру вполне себе спокойно не исполняются. Ни Великобритании, ни так далее. Были приведены совершенно конкретные прецеденты не далекого прошлого, а буквально недавнего, когда эти решения просто не исполнялись. Никаких механизмов арестов имущества, либо там арестов граждан, руководства... Никаких механизмов принуждения? Нет. Поэтому Конституционный суд совершенно четко дал понять, в каких случаях это будет исполняться, в каких случаях это не будет исполняться. Вот, например, денежки Навальному и Яшину были выплачены за незаконное задержание. Но что касается решений политизированных, прямо скажем, судов по делу, так называемому делу ЮКОСа, то эти деньги не будут выплачены. Иначе уже создан механизм ареста имущества, да, все там очень четко прописано. И люди, которые акционеры пресловутой компании, они уже прекрасно понимают, что никаких здесь преференций у них не будет. Андрей Ильич, тем не менее, вот, например, профессор Катасонов предлагает различного рода асимметричные ответы. Скажем, вспомните о так называемой ядерной сделке с Соединенными Штатами. Ну, можно много что вспомнить. Вот вы какие видите асимметричные ответы, аналогичные, допустим, там, решению... Ну, это уже совершенно конкретный вопрос. Что касается асимметричных ответов, вообще, в этой ситуации, скажем, асимметричным ответом на требование трибунала по Боингу может стать требование трибунала по преступлениям Хунте. То, о чем говорит Катасонов, совершенно верная тоже линия. Но вообще, все ведь упирается в качество и позицию правящего слоя в значительной степени. И, кстати, возвращаясь с этой точки зрения к Хельсинки, на рубеже 60-х, 70-х годов в советском правящем слое сформировалась очень влиятельная группа, которая была ориентирована на дальнейшую интеграцию в мировую систему. Пятая колонна. Тогда это не была пятая колонна. Эти люди не хотели разрушать Советский Союз. В лучшем случае они могли думать о том, чтобы отодвинуть КПСС от власти. Но в любом случае они исходили из того, что нужно интегрироваться в западную систему. И очень многие признаки эти, они видны в культуре в 70-х, 70-х годах, в рубеже 60-х, 70-х. И это был тоже источник подписания Хельсинских соглашений. То есть Хельсинские соглашения – это своеобразное такое зеркало того, что происходило не столько даже в нашем обществе, а сколько в нашем правящем слое, часть которого очень четко почувствовала свое, ну если не классовое, то социальное родство с верхушкой Запада. Я хочу напомнить, что именно в конце 60-х годов расцвела целая сеть совзагранбанков у нас на Западе. Началась действительно интеграция определенных сегментов. Хельсинки – это одна из сторон этого процесса. Александр Анатольевич, вот мы сейчас видим, что пространство для диалога между Россией и Западом, оно сокращается неуклонно, как шагреневая кожа. Насколько Россия нужна Западу? Если говорить о взаимоотношениях с Европой, то, конечно, нам необходимо России подписать со странами Европейского Союза хотя бы договор СПС, да, о партнерстве и сотрудничестве, соглашение, которое фактически, ну, не было пролонгировано с 2007 года. Это очень важный момент. Необходимо говорить о создании системы европейской безопасности. Для нас это принципиально важно. Мы тоже затормозили этот процесс. И европейцы. Здесь и проблемы пресловуты Европро Соединенных Штатов, и размещение дополнительных наблюдательных пунктов, НАТО и так далее. То есть мы должны с европейцами… Это не только торговля, не только, так сказать, вот, бизнес. Если говорить о стратегическом взаимодействии со странами Европы, то, конечно, вот эти два очень важных аргумента. Если говорить о взаимоотношении с Соединенными Штатами, то здесь очень много направлений. Ну, конечно, это космос, где мы с американцами, по сути дела, так сказать, являемся равноправными партнерами. Мы эту программу не сворачивали. Я вам напомню, что в советское время была программа… И не собираемся. Американцы как покупали у нас РД-180, так и покупают ракетные двигатели. А куда они без наших ракетных двигателей? Никуда они не делаются. Только мы сегодня выпускаем. Поэтому программу «Космос» можно обеспечить только при непосредственном участии России. Они прекрасно понимают это. Но, вот когда вы заговорили о противниках, является ли Россия противником Соединенных Штатов? Их внешняя политика выстроена по принципу угроз. Приоритетом являются угрозы. Сегодня Россия является угрозой номер один. Поэтому они считают нас противниками, врагами. И они, кстати, совершенно правы, если уж на то пошли. Ильяна Георгиевна, в 1991 году было два полюса силы. Один полюс силы ликвидировали. Сейчас ситуация совершенно изменилась. Почему мы с таким упорством, но не мы с вами, я надеюсь, хотим дружить с Западом, понравиться Западу, понравиться Европе. Хотя дружить надо, наверное, с теми, кто починул. Вот даже еще с детства. И страны Шоссе и Брикс для нас гораздо перспективнее. Нас там просто уважают, а на Западе просто презирают. Ну, и известный русский геополитик Идрихин Ван Дамм говорил, что хуже вражде с Англосаксом может быть только дружба с ним. Конечно, определенный круг людей собирается дружить с Западом. Ну, понятно, у кого находится там недвижимость, собственность, которые, наверное, так скажем, прониклись какими-то идеями, наверное, гомосексуальных браков. Я не знаю, чего там, что еще на Западе может красиво быть. Ну, технологии, права человека. Да, опять же, тоже мифические. Это определенные категории людей, которые стремятся действительно прогнуться перед Западом, встать на колени. И есть среди наших коллег люди, которые откровенно говорят о том, что, ну, если мы слабые, да, надо встать на колени, и ничего страшного в этом нет. Ну, я надеюсь, что наши зрители совершенно не разделяют эту точку зрения, и нужно быть гордыми своими предками, и, естественно, смотреть высоко поднятой головой в будущее. Что касается, собственно, вот выстраивания серьезных отношений. На государственном уровне это одни отношения. То есть отношения между Российской Федерацией и Италией, и Францией, там, скажем, и Германией. Это один уровень. Есть уровень Европейского Союза, наднациональной структуры. И, опять же, Россия выстраивает отношения с ЕС. Есть отношения с Соединенными Штатами, есть отношения с НАТО, есть отношения с транснациональными компаниями. Но везде мы, Россия, всегда выступаем в качестве одного субъекта, а против нас играют очень многие. И вот есть разноуровневые деления, и есть транснациональные корпорации, в интересах которых, наоборот, уничтожение, например, Украины. Им не нужна эта стабильная, спокойная, экономически развитая территория, как и не нужна им целая Россия. Необходимо, скажем, какое-то количество миллионов человек, чтобы обслуживали трубу. Андрей Ильич, знаете, я что вспомню, как-то в интернете на меня накинулись, когда я подверг сомнению вот эту фразу. У России только двое друзей и армия и флот. Почему у Советского Союза были сильнейшие в мире армии и флот и огромное количество друзей? А у России почему-то армия и флот, ну и то не в самом лучшем состоянии. Может быть, мы неправильно как-то дружим? Нет, здесь прямая зависимость. Вы знаете, отчасти вот ваш вопрос можно поиллюстрировать фразой из дневника Юрия Нагибина. Юрий Нагибин пишет, этим летом был в Норвегии. Норвежцы ко мне относятся очень хорошо, там приглашают. Но я понимаю, что за их отношением ко мне стоит не только уважение ко мне, но и понимание, что за мной вся ракетно-ядерная мощь Советской армии и военно-морского флота. Дружба – это вообще, так сказать, не понятие отношений между государствами. У нас до сих пор любят во Вьетнаме, в Китае, вот все, кто там... Любят отдельные представители, я думаю, в том же Вьетнаме найдутся люди, которые нас не любят. Вот. Дружба – это не категория межгосударственных отношений. Категория межгосударственных отношений – это сила, за которую уважают или не уважают. Алексей Алексеевич, я вот о чем хотел спросить. А стоит ли нам вообще с Европой дружить, опять же, вот я люблю это слово, в духовном плане. Дело даже не в гей-браках, хотя, наверное, нам они не очень нравятся, а в том, что сейчас почему-то, мне кажется, Европа навязывает разную мерзость как основополагающей ценности демократии. Не Европа навязывает мерзость. Дело в том, что Европа находится в плену обаяния Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки играют роль такого, извините меня, доминирующего альфа-самца, который пытается подчинить все остальные. Кто-то подчиняется, кто-то в виде России сейчас с 2007 года, знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина, не играют в эту игру, но в игру-то надо играть. Мы по-прежнему семья, мы живем на очень маленьком шарике. И мы сейчас играем. Что делает Россия сейчас? Она делает очень простую вещь. Она создает отдельные ячейки вот этой глобальной мировой семьи с Китаем, с Индией, с Вьетнамом, с странами Латинской Америки и так далее, для того, чтобы альфа-самец не казался таким альфа. Потому что он действительно альфа-самец, но он будет вынужден вычитывать интересы других членов этого большого прайда только по той простой причине, что он от них будет зависеть экономически. Ведь страны БРИКС сейчас это действительно экономическая величина. И судя по беспокойности, которую в западном Атлантическом мире вызвало вот это появление после уфинского саммита, появление вот этой экономической единицы, оно говорит о многом на самом деле. Вы говорите, с кем мы должны дружить. Мы должны дружить со всеми. Дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу, поэтому я сейчас познакомлюсь с результатами опроса. А прежде я вот о чем скажу. Вот все, кто бывает довольно часто за границей, общается с рядовыми жителями разных стран, в один голос говорят, что к нам относятся очень неплохо. Например, в таких странах, как Англия, Франция, не говоря уже Вьетнаме и Китае. И вот мы у себя на сайте провели такой опрос. За что Европа должна быть благодарна России? Прикрыла татаро-монгольского нашествия 4 процента, разгромила Наполеона 1 процент, организовала политику разрядки и уберегла термоядерной войны 10 процентов и спасла мир от фашизма 85 процентов. Вот, Александр Анатольевич, как бы вы могли прокомментировать результаты этого опроса? Ну, действительно, я соглашусь с итогами опроса. Я считаю, что, конечно, вклад России разгром фашизма велик. Что касается разрядки, 10 процентов, ну, мне кажется, что все-таки, учитывая, что Советский Союз имел ядерное оружие, все-таки позиция и вклад Советского Союза в дело разрядки международной напряженности, как раньше говорили, мне кажется, он мог бы быть и больше. То есть, конечно, Советский Союз внес очень серьезный вклад. Андреевич, ну, вот продолжение темы. Как вы считаете, который человек достаточно много ездит по миру, европейцы испытывают к нам какое-то чувство благодарности, как испытывали после войны или сейчас из них просто это выбили? Нет, не испытывают. Я имею в виду рядовых европейцев. Даже рядовые европейцы. Они, те, кто помнит войну, помнит, скажем, там, 50-е, 60-е годы, да, возможно, но в целом, вот эти новые поколения, которые нет никакой благодарности, они не испытывают. Вообще, дело в том, что, понимаете, есть должные и сущие. Когда вот вопрос в этом опросе поставлены, должны ли? Ну, конечно, должны, но дело в том, что не испытывают. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подходит все-таки к концу. К сожалению для меня, я задам всем один и тот же вопрос и прошу прям вкратце на него ответить. Алексей Алексеевич, начну с вас. Как будут развиваться отношения России и Запада и как Россия должна их строить? Очень неравномерно. Они будут развиваться. И Россия будет строить их, скорее всего, используя принцип спокойствия, спокойного восприятия, спокойно относясь к санкциям, спокойно относясь к враждебности и так далее. И качество этих отношений, оно будет только улучшаться, потому что, судя по всему, дно мы уже прошли. Самое главное сейчас, мне кажется, прагматизм определенный. Понимаете? В отношениях и с Востоком, и с Западом. Мы должны быть прагматиками. Вот дружбы, как таковой, я тут абсолютно с коллегами согласен, и с вами, Дмитрий, что дружба – понятие личностное, в основном, не государственное. А вот прагматичный подход, мне кажется, что за этим кроется главное. Мы должны прагматично подходить, то есть влюсти интересы нашей страны прежде всего. Нам, чтобы сохраниться в настоящем и будущем, сохранить свою родину, необходимо все усилия бросить на укрепление нашего оборонного потенциала, на развитие новых технологий, на строительство действительно серьезной инновационной экономики. Знание – это сила, и это актуально и в современном мире. Отказаться от всевозможных неолиберальных стандартов, которые разрушают наше образование, отказаться от неолиберальных реформ, которые убивают, уничтожают наше население, имеется в виду реформы здравоохранения, создать совершенно нормальный внутриполитический климат, социальный климат. И только тогда мы действительно, вот, гордо расправив плечи, мы скажем, да, Россия сильная держава. Думаю, наши отношения с коллективным западом будут ухудшаться. Дна мы не достигли. Дно – это грань горячей войны. Вот, он пока не достигнут. Что нужно делать? Что вообще делает любое государство, когда готовится к войне, как это делал Советский Союз в 30-е годы? Но к тому, о чем говорила Елена Георгиевна, насчет военной мощи и прочее, я добавлю еще одну вещь. Это военно-патриотическое воспитание. Сравните ситуацию, вот, скажем, 15-16 год и 41-й. 15-16 год. Выбит офицерский корпус, разгромлена армия и рухнуло самодержавие. Лето 41-го года. Выбит офицерский корпус, разгромлена, разгромлена та армия, а осенью создается новая армия. Она создается уже из молодых людей, которые воспитаны в 30-е годы. Социологи называют модальным типом личности. И вот эта армия молодых мужиков, вот она слабала хребет вермахту и расписалась на Рейхстаге. Военно-патриотическое воспитание. Очень с четкой фиксацией. Свой-чужой друг-враг. Ну, попросту говоря, перефразирую известное высказывание. Когда у России будет мощная армия и флот, тогда у нее будет и множество друзей. А с вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова